так вот вот мы пожалуй уже включились на видео да да я сейчас посмотрю как у нас это запись идет идет пожалуй ведет отлично отлично александр я рад тебя видеть потому что я знаю что это очень четко всегда ставишь вопросы которые очень помогают нашей школе и поэтому я тебя их и жду спасибо большое добрый вечер добрый вечер заранее всем тем кто будет нас слышать и смотреть во первых спасибо большое за вебинар который прошел но я такую сразу замечаю особенность очень много народа стесняется мне кажется с этим достаточно просто можно справиться если вы стесняетесь вот если вы чувствуете что что-то вы хотите спросить вот но есть какие-то опасения что-то вас останавливает пользуйтесь этим моментом начинайте делать разгрузку начинайте делать синтро гимнастику прямо в этот момент у вас никто не видит же вы буквально минут 5 10 может быть там у кого-то будет даже быстрее вы поймете что состояние изменится вы уже свой вопрос сможете задать александр эта идея замечательно спасибо тебе знаешь почему замечательная идея или как раз эти прям на месте чтобы человек который стеснялся а теперь потом вошел и и тут же бы и сказал что он как он себе помог снять это стеснение это получается уже антистрессовая подготовка как раз о чем мы речь о чем мы речь причем но только единственно что хасэн гомет что-то важно опять же на ваш опыт или на опыт ваших со ведущих тоже рассчитывать то есть если сразу к примеру вы определили кто стесняется поставьте плюсики да и вот к примеру им просто можно начать показывать какое-то упражнение вот и они и они делают я имею ввиду из синхро гимнастики и тут что важно и тут что важно надо сейчас вот как раз пользуюсь моментом я хочу всем напомнить участникам школы и особенно новичкам которые вообще не в курсе дела но кто-то там видом ходят у нас же ход бесплатная свободная школа человек будущего окно будущее да и вот кто заходит новичок он же вообще может ничего не знать кто-то ему посоветовал там друзья там или где-то он увидел в ю тубе там какие-то или фейсбуке вконтакте в одноклассники в конце концов если он друг увидел зашел и он ничего не знает надо тоже ему подсказать как ты думаешь александр что в первую очередь надо ему подсказать чтобы чтобы он сразу понял для чего это мы делаем вообще вот ты со своей стороны вот это школу ведем ну вообще вы знаете я могу сказать так я могу вот просто немножко о своем опыте немножечко рассказать чтобы уж совсем стороны не отходить я ведь вас очень давно видел по тв очень давно это когда еще были программы с алексеевым центральное телевидение да 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 и себя сам помоги себя сам абсолютно точно абсолютно точно но что-то как-то вот не было времени и как-то и интересно все это воспроизводить вдаваться в подробности вот а тут так случилось что но фактически спустя ну наверное лет 15-17 мне попалась одна из ваших книг в руки метод ключ по моему борьба со стрессом я помню что ростовское издательство феникс издавал и я так начал периодически баловаться я так вот где-то недельку я так вот делал из нее упражнения с целью посмотреть а что же будет то вообще что будет и при этом у меня такие образы вот вот этот подъем когда был через стороны руки через стороны а там уже когда упражнение полета да 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 левитационные идеореприкторные приемы совершенно верно совершенно верно это когда если прям по книге идти вот по той старой получается что там у вас в конце даже написано что можете представить что это крылья какой-то птицы во первых у меня почему-то птица представляла странный у меня почему-то был какой-то грязный лебедь какой-то вот я уже это понял уже потом вот хотя мне сначала было странно думаете что-то не так делаю а потом почему-то уже все грязный лебедь пропал у меня или какой-то бомбардировщик как какой-то который шел или на взлет или на посадку вот и меня тихонечко начинал так трясти вот но я так баловался баловался вроде бы ну все заканчиваешь ничего такого и прихожу сведу трясти что ты летел как бомбардировщик и у тебя появлялись у меня я чувствовал что у тебя либо я приземляюсь и у меня там колеса колеса значит задевают шасси задевают полосу взлет но я начинаю так слегка потряхивать по книжке взял сделал это упражнение и у тебя это стало так получаться по книжке самое главное не то что у меня просто важный вопрос потому что были кашпировские чумаки там все гипнотизеры и раньше тоже по телевидению то есть это было не с этим связано это ты просто это было не с этим связано нет это я просто старался выполнить упражнение но в то же время я понимаю что вот образы тут приходят свои и я просто с этим немножечко начал играть ну думаю представляется бомбардировщик ну и пусть представляется ладно именно наша школа этим занимается что учить человека самому сидел и самому делать то и уметь это что раньше могли делать только под гипнозом там или в каких-то стрессовых ситуациях люди перепрыгивали высочайные заборы но когда собака бежит злая за тобой ты можешь перемахнуть а потом стоишь через голову думаешь неужели я это сделал сам комикс самое самое главное вот это вот эмоциональный да вот этот вот пик был он был потом я пришел тогда на работу где-то полчаса прошло и я даже его не ждал я не пытался ничего сформировать и в какой-то момент у меня было такое ощущение как будто я витаминов каких-то напился но я был я четко понимал что это вот вот с этим она связана у меня было прям стопроцентная уверенность но я не ждал этого потому что это после действия после действия до поле всегда объясняем есть действия есть после действия поэтому некоторые люди это очень важный момент я пользуюсь моментом хочу для всех участников сказать особенно для новичков новичок например берет начинает делать этот ключевой стресс-тест задумался чтобы руки пошли в разные стороны они у него пошли а ничего не происходит и вот он думает что же у меня ничего не происходит но хорошо вот руки пошли где а а потом пошел занялся делами и смотрят у него появилась вот это вот абсолютно точно абсолютно точно этот переход произошел в это состояние уж сколько книг там многих психологов называют этот переход квантовым и как сложно там этого добиться у нас же приемы позволяют это сделать проще и быстрее а если не получается эти я рефлекторные приемы тогда надо сделать разминку раскрепоститься потом сделаешь и наверно да ну кстати извини извини я тебя перебил просто я по ходу по ходу вставляю потому что кто-то новичок я понимаю я понимаю имеете право ну кстати могу еще раз сказать для всех тех кто нас будет слушать и смотреть когда вы участвуете в вебинаре друзья и хосе мгомедыч или кто-то из со ведущих спрашивает ну задавайте вопросы пожалуйста пишите если кто-то кто хочет выйти в skype я все-таки предлагаю даже кроме того чтобы начать делать упражнения по синхрогимнастике если вы стесняетесь особенно я имею ввиду тех кто в школе ума футурус вы же знаете что каждый месяц проводится вебинар так вот вы пожалуйста заранее готовьте этот вопрос заранее вы старайтесь проверить практически что не получается потому что тогда если мы этого не делаем тогда получается что мы ждем от хосе мгомедыча очередной передачи и вот он нам расскажет о чем-то новом монолог такой монолог да 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 и получается он такой занудный такой философский я люблю так рассказывать философии потому что я философ я могу начать и кто-то там задал вопросы я могу начать и говорит потому что я полагаю в этот момент кто-то сейчас задаст вопрос какой-то конечно конечно чай а все молчат и я продолжаю потому что напал на тему которая мне нравится я это рассказываю я могу много об этом рассказывать потому что на самом деле много статей интересных написал и научных статей в научных журналах и книга пожалуйста а кстати в самом чате хосе мгомедыч в самом чате да вот тот который у нас идет параллельно с марафоном который 21 день до идет дело в том что там удивительные примеры очень мне кажется стоит какие-то вещи даже озвучить многие же из тех кто в марафоне участвует они же и в вебинаре тоже участвуют поэтому пожалуйста будьте активнее результат будет более обогащающим александр ты очень говоришь точные вещи потому что школа и школа школа ну кто-то любит сидеть условно говоря на задней партии заниматься вроде своим делом а сам просто слушать а на самом деле потом это оказывается он не такой активный был потому что в момент когда мы что-то производили учитель на доске писал он как бы не слушал он был занят самоосознанием ну да потому что не всегда все попадают по своему интересу в этот момент но если человек потом просматривает этот вебинар еще раз и еще раз и вдруг он начинает находить там интересные моменты и потом он говорит надо же как просто это было сказано поэтому я и не заметил а мышцам пытаемся просто говорить просто сложно мы говорим такие простые вещи но которые просто потому они простые что до них долго-долго пришлось доходить а потом когда открылась так это же окажется так просто а другому поэтому все это так просто поэтому и в голову не приходит а многим которым это так просто вам даже так и думал но я же так и думал но мы его можем спросить а чё ж ты не сказал а я сомневался может я не прав а потом когда я вдруг услышал что об этом говорят другие люди я думаю что же не сказал так мы же как раз нашей школы как раз таки помогаем будем помог понять доверяйте своему интуитивному ощущение истины если вы любопытны если вы любознательны если вы почемучка только почемушки и становятся великими потому что они все время думают все время думают они думают над какой-то проблем это очень интересно и поэтому я хочу чтобы нашей школе больше собиралось людей почемучек а пускай задают вопросы конечно пускай вот задние парты переходят на переднюю в этот момент когда для них создали условия специально 1 месяц создаем эти специальные условия с обратной связи выходите с вопросом задавайте вопрос пусть вся школа на вас смотрит а при этом когда вы задаете вопрос вы дополнительно тренируете свою психологическую уверенность устойчивость это же очень важно потому что школа эта площадка где вы тренируете навыки психологической устойчивости для выступлений для различных споров для дискуссии правда да будь то спортсмена будет актер будет риса будь то балерина него а вы знаете я извините перебиваю я вспомнил еще одну важную тему я ведь вопрос то задавал я писал в чате да о том что были ли случаи и федор его озвучил были ли случаи когда ключ не срабатывал и вы даже сказали что были такие случаи но только были рассказали о последействии но вот если вы как-нибудь следующий раз расскажите о том что же это были за случай если вы какие-то ограничения вот это было бы очень здорово мне кажется это говорит о том что методика настоящая что она непридуманная я кстати всем хочу еще раз сказать что на мой взгляд это вот на мой взгляд одно из достоинств ключа в том что это не профанация вот поверьте мне я давно долго о этом рынке я кого только не видел что только я не встречал и очень многое зависит от ведущего с одной стороны бывает такое что все замечательно ведущего нет и ничего не получается ничего но ключ работает иначе у меня недавно была встреча с группой есть такой у меня очень хороший знакомый иван он ведет группу он к выздоравливающих я показал им упражнения но собственно синхро гимнастику вы у всех все стало получаться я не знаю как они будут это применять дальше да но у них посветлели лица изменились они кому-то захотелось присесть как но это было это было заметно то есть это вещи друзья основанные на рефлекторных особенностях человека это наука это важно сейчас подчеркиваешь там ничего придуманного нету да я это вычислил через постоянные самонаблюдения и наблюдения за людьми стрессовых и творческих ситуациях я смотрел как люди себя ведут сильном стрессе как защитный механизм организма его там работает как он непроизвольно что он делает непроизвольно в этом допустим пальцами стучит голову чешет жвачку чего он делает непроизвольно и тогда я догадался но если ты все время ходишь туда-сюда по комнате когда нервничаешь ты возьми один раз это сделали сознательно сознательно сделай как упражнение думая своей задачи а сам ходи туда-сюда или делаешь алтай болтай ну то сделай автоматические движения и именно вот то что ты александр говоришь хорошо что ты это еще раз подчеркнул что тут ничего придуманного особенно нету тут есть все то что было пронаблюдено самонаблюдение и наблюдение за людьми в стрессовых экстремальных ситуациях и в моменты творческих порывов и вот это все превратились в упражнения и поэтому когда человек то что раньше делал инстинктивно теперь сделать несколько раз сознательно у нее открывается дополнительные силы и возможности то есть бессознательные механизмы переходят на уровень сознательного управления то есть расширяется свобода выбора это очень интересная штука раньше это дело только на пике стресса а теперь это может сделать и не ожидая этого пика стресса я даже знаете касаемо мяч извини что у вас еще раз перебиваю я даже могу сказать что одна из особенностей том что эффект он естественный очень очень часто мы стараемся запрограммировать какую-то ситуацию и мы ее прям вот волей выжимаем мы как-то пытаемся и не всегда получается очень часто не получается а здесь ты сбросив стресс во первых ну что называется вот это вот значимость проблемы казалось бы для тебя уходит часто ты совсем уже по-другому на нее смотришь и ощущаешь себя иначе и у многих вот этой проблемы как таковой и и вроде бы и нету а если она есть то уже удается с ней что-то сделать работать как-то вот а если волей то это не всегда получается я очень часто сталкивался с тем что многие пробуют какой-то метод и в какой-то момент срываются не знаю вот этих вот принципов до важный момент александр спасибо что ты вот я же поэтому и сказал что это очень важный момент и подчеркиваешь именно дело в том что во многих практиках предлагается делать что-то и когда человек пытается это делать если у него не получается он пытается усилием воли это сделать а он же на этом собственно и выгорает потому что усилием воли по существу мы тратим больше и большую часть своей мозговой энергии может то же самое что человек дело с помощью усилия и насилия над собой к этому же подойти но как в айкидо как других видах видит оборстах ежемного разница да 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 можно преодолением подойти к этому вопросу а можно так мягко подойти что это называется войти в поток войти в ритм восходящих когда тебя сама несет туда понимаешь вот и чем ты занимаешься но стихи пишешь вот когда ты во вдохновении они у тебя пишутся правда они всегда прямо вырывается а когда ты вот грустном состоянии таком тяжелом таком депрессивном фоне насильно надо себя как-то переключать заставляет там настраивать так вот ключ это плохое слово отмычка но на самом деле это вот повернул это хорошая отмычка да хорошая хорошая отмычка да то есть мы по существу поэтому там и теория и практика потому что надо чтобы когда мы приемы показываем чтобы люди на самом деле целостную картинку себе сложили поэтому не за один вебинар мы раз взяли и все показали но это же невозможно но это это то же самое что учебник физики но тоже ты раз прочитал это не значит что тоже все физику знаешь продали хаттинга меч но кстати очень здорово то что вот вы сейчас говорить о том что не за один вебинар потому что опять же есть множество тренеров множество просто ну их тысячи которые говорят о том что вот сейчас только час с нами от занимаетесь полтора и все и после этого вы будете владеть тем чего нет вообще ни у кого вообще и вы будете где-то там на вершине и деньги будут сыпаться на вас бесконечно ну то есть это реклама это реклама то я пою тогда возникает вопрос мы же тоже за вебинар берем одну тысячу рублей один раз в месяц проводим вебинар но у нас какое преимущество во первых во первых мы преподаем свой метод не чужой чей-то взаимствованный свой собственный созданный самими многократно проверенные во всех терактах и при подготовке летчиков и космонавтов так далее вот многократно проверенный контент официально признаны которые уже в учебнике школьном до старших классов по физкультуре этого первых во вторых более понятным ясным языком цена одна тысяча рублей причем там активные участники школы бесплатно всегда идут бесплатно я им рассылаю все приглашаю то есть у нас уникальная школа уникальная школа поэтому к сожалению вот метод у нас очень часто просто воровывают но есть такие люди которые специализируются на этом а не только на методе ключ они 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 вообще могут разные вещи такие делать которых тоже перевоспитывать они берут метод называет его по-другому вставляют свои рекламные плакаты подвешивает свои услуги с другой стороны берут метод называет по-другому и преподает искаженным виде это же вредно это людей потому что когда они делают ссылки они указывают источник человек если ему нужно уточнить выходит на википедию читает метод ключ википедии метод и может там посмотреть много материалов по этому поводу и уточнить себе какие-то знания а когда человек просто взял и использовал и не назвал правильно название приемов название метода не сказал о том что там есть стадия действия последействия момент истины не сказал алгоритм который мы даем вот этого нигде в интернете нету ни в америке не в испании не в индии нигде потому что я с йогами мощными встречался и с разными западными спортсменами и так далее они так удивляются особенно они удивляются вот этих идей рефлекторных приемов я в лос-анджелесе был университете завкафедрой психологии практически когда ему показал как руки разлетаются как руки всплывают и он потом сел у него появилась вот это вот и он мне потом говорит слушать а у вас нет в россии более долгих методов я говорю о каких это долгих ну йога например он мне говорит есть у нас все это но это именно наша российская то есть мы создали потому что мы между западом и востоком есть внешняя часть вот движение например это тело есть внутренняя часть и вот соединение духа и материи так сказать психических и физиологических и физических процессов согласование и синхронизация происходит именно через эти идеи рефлекторный прием но он так удивился потому что он завкафедрой психологии университете в лос-анджелесе он удивился как это так у вас быстро получилось его вы сами теперь делать для этого я там вам не нужен вот это же главный момент вот это главный момент который человек должен понимать что я здесь или ты или кто-то другой который преподает эту методику нужен только в качестве преподавателя абсолютно точно абсолютно точно но кстати если продолжить вашу мысль даже вспомнить по поводу тысячи рублей за участие там и так далее но сумма то небольшая мягко говоря дано вообще можно сказать символическое извините мне давно говорят вы редкий человек почему вы так делаете некоторые психологи говорят вы нам сбиваете сбиваете как это называется демпингуете демпинг есть такое слово снижение стоимости ну а что мне делать дело в том что я же и врач и психолог одновременно и потому что я привык тому что ко мне многие люди обращаются у которых денег нету ну да поэтому мне кажется по моей ментальности мне кажется что у многих денег нету тем более в стране такая ситуация и поэтому поскольку я был генеральным директором защиты от стресса естественно ко мне люди по старой памяти относятся вот так они звонят там пишут помогите у меня то образ такое что у людей денег нету ну понятно я пытаюсь вообще чтоб бесплатно было а с другой стороны даже школу как-то поддерживать надо же как-то вот мне кажется что имеет смысл сделать какую-то ступенчатую систему но только без иллюзии что ли понимаете потому что вообще ведь информации много если человек ничего у него нет и или он настолько стесняется что вообще это ему ничего не надо он 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 все равно может зайти в интернет просто посмотреть очень много роликов с вами почитать ваши книги у него будет очень полное представление о том что такое метод ключ если ему это интересно за это деньги платить ну что ну ты там ну купишь эту книгу вот может быть может быть даже купишь сам этот ролик сколько ты потратишь но плюс в чем плюс в том что практические навыки то они у тебя останутся ты сможешь ими пользоваться а мне приходилось коса мгомедж сталкиваться с людьми которые платили по 80 тысяч за тренинг и когда я через месяц у них очень аккуратно чтобы не обидеть спрашивал а чему они научились а могут ли они это повторить так они вспомнить не могли ничего хаса мгомедж представляете как это надо поработать чтобы забрать деньги и чтобы человек вообще ничего не понял и не вспомнил так бывает наверное когда нету чувство сопереживания и нету чувство ответственности за сказанное слово вот поэтому я вот на самом деле во всех своих книгах писал не стесняясь совершенно были у меня какие-то слабости недостатки я прямо и писал а у меня было такое а мне говорят ты сам себе реклама ты чё пишешь ты сам себе реклама я говорю ну какой я есть так и пишу чтобы человек читающий не думал ну кто-то там напишет какие-то советы сам под кустиком сидит прячется и вообще себя ничего не представляет он где-то взял и переписан это сам делаю я говорю мне люди поэтому и доверяют что я говорю искренне я буду то что есть но был у меня период я выпивал я так и написал я выпивал а потом я избавился от этого я потом в следующей книге написал а как я избавился от этого вот например как я придумал там то-то 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 и другой человек читает и он уже тоже может помочь это это очень ценный опыт даже то когда вот вы на вебинаре говорите о том что как-то случилось у вас упали вы во время гололеда и что делали вам операцию и вам пришлось собственно сам самим ключом восстанавливаться это очень ценный опыт ценный во-первых потому что вы смогли систему свою применить к самому себе а во-вторых ну видно же что вы как человек не просто какой-то виртуальный персонаж какой-то там железный терминатор который был рожден железным так вот он до конца жизни и вот такой да абсолютно нереальный то есть вы живой человек вот это очень ценно потому что состояние возраст возможности у людей ведь разные я кстати еще хочу так похвалиться я недавно маме показал синхрогимнастику маме у меня 79 лет ну слава бог все нормально но я могу сказать что она сразу же нашла шалтай болтай значит сразу же сказала что вот вот это у меня отлично получается назвала это вертушкой периодически звонит и отчитывается говори что да сегодня делала так вот я что заметил во-первых стало меньше тревожных звонков если раньше там смотрел какой-нибудь ток-шоу где начинали ругаться там с кем-то там ну что то вот такое да то сейчас ей это в меньшей степени интересно голос у нее стал гораздо более живой но спокойный вот замечательно я очень рад я сам удивляюсь сам удивлять я даже удивляюсь тому как я столько лет всем этим вроде бы интересуюсь тогда занимаюсь и не догадался ей это показать а тут вот решил показать да вот интересно интересно это очень интересно да надо это как-то распространять ну вот пока кроме нашей школы не знаю каким путем это еще можно сделать потому что надо во время этого распространения чтобы там участвовали именно такие именно специалисты по методу чтобы это не профанация была потому что у нас бывает очень много и психологов и врачей они могут брать не зная еще главных моментов технику безопасности какой алгоритм должен быть перехода от стадии разгрузочных действий там несколько дней к синхрогимнастике а потом к посекундной дробной синхрогимнастике а потом сама выработка навыка что потом эти приемы не всегда нужны потому что когда человек восстанавливается anh а естественное состояние у него хочешь не хочешь оно творческое то есть у него мозг творческий и у человека и поэтому ему странно как же так вот все пишут в книгах о каких-то творческих достижениях и так далее да、 какие-то рекомендации пишут а кажется так просто руками помахал да в том то и дело в том то и дело Хасей Мгамед что получается что это не просто помахало махал вот о чем вот 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 он ты и делал что когда зарядка когда вот эти вот типичные упражнения когда мы машем руками без подключения внутренних ритмов без вот этой вот парси без включения пар симпатической системы тогда мы просто себя экранизация с текущим состоянием абсолютно точно с внутренним состоянием из с внешним вот когда мы просто себя волей до заставляем понятное дело что иногда может быть механический вот обычная физкультура на механическая она механическая поэтому я это синхрогимнастику свое время назвал синхрогимнастика то есть там синхронизирующий который это очень точно это очень точно я еще могу сказать еще вот так чтобы все-таки на такой завершающей ноте да еще один плюс в том что все движения синхрогимнастики можно адаптировать под себя что это означает я утром проснулся однажды и что-то не хотелось мне делать лыжника но лыжник это мое любимое упражнение то есть сделать то мне его хотелось но мне не хотелось вставать я знаете я его сделал на диване вот я его сделал сидя на диване учитывая учитывая что там пружины и он меня немножко подбрасывал диван я не хотел руками биться об диван я бросал не столько руки сколько локти руки у меня были согнуты то есть движение было вот такой вот просто вот такой я даже не разгибал руки вот так вот несколько движений я уже проснулся вот я сразу заметил отлично отлично поэтому мы на вебинарах говорим об этом подбирайте под себя подбирайте по себя по этим критериям ключевым критериям по скорости автоматизации на что здесь по скорости вхождения в ритм по зеленой зоне по пути поиска свободы когда вам легче когда вам проще когда вам приятнее потому что люди привыкли мыслить с шаблонами вот надо делать вот так а мы учим а ты делай так как тебе удобно вот это новая парадигма а он спрашивает как мне удобно а я и не знаю как мне удобно я я же привык когда мне говорят как мне удобно вот вы можете представить александр что только через некоторое время я сам понял что я раньше все время сидел как-то вот так как меня в школе научили а потом я стал сидеть садиться так как мне удобно через годы я это понял потому что у у меня шаблон сидел и очень много людей у которых шаблоны сидят потому что они привыкли что нам давали в школе условиях неподвижные позы директивным способом обучения поэтому нас много людей водку пьют потому что они не свободны они не с вами как мундир для них это способ расслабиться потому что они искусственным путем и расслабляются а вот после того как они делают раскрепощение снятия нервных зажимов нервномышленных зажимов они выходят на самих себя становятся самими собой у них вместо андреналинового комплекса включается эндорфинный комплекс а эндорфин это как раз таки естественно алкоголь внутренний эндоген и ему не нужен уже внешний наркотик не водка ничего другого это вот и для спортсменов надо и но это вообще и самое главное что у нас методе если 50 грамм для храбрости условно говоря и бутылка это разгрузка это тебе все пофиг вот шалтай болтай там это был дополнительные приемы а 50 грамм это как раз гимнастика коротенький прием который можно сделать и в офисе и дома и по дороге а потом только в уме сделал вспомнил как ты дома делаю тебе уже легче становится но я думаю что надо нам уже закончить потому что не знаю какую кнопку тут теперь давайте тогда мы сейчас закончим к самим конечно вы меня все таки вот есть остановить запись да хорошо вы все-таки обязательно в следующий раз расскажите о тех случаях когда ключ не срабатывал ну тут надо конечно продумать все вспомнить александр знаешь что давай мы с тобой еще подготовим несколько вопросов важных и еще одну шу с тобой сделаем потому что я посмотрел впервые я с тобой вот так вот разговариваю я значит участник нашей школы я очень делал уважаю глубоко потому что ты всегда очень точные вещи говоришь и сейчас я очень рад что мы так вот визуально как бы поговорили и у меня возникла мысли что надо еще раз нам вот по некоторым вопросам поговорить это будет полезно для всей школы полезно для всей школы это да подумай какие еще моменты обсудить а я в следующий раз постараюсь не растекаться по древу как говорится более конкретно отвечать на конкретный вопрос хорошо и я тоже потому что я вам пообещал одно а высказал тут чуть ли не в четыре раза больше нет и очень правильно все говоришь ты очень правильно все говоришь мне очень это нравится вообще мне нравится участники нашей школы вот я тебе скажу вот есть такие люди там которые вдруг обнаруживают у себя такие интересные подходы к жизни оказывается много нас таких которые интересуются как устроен мозг как устроена вселенная как устроены личные взаимоотношения что главное что не главное то ищут существо ищут существо вопроса почему сегодня это очень важно потому что увидел такую странную закономерность смысл и слов которые раньше обозначали одно теперь начинает обозначать иногда совершенно прямо противоположным то есть смысл и форма не совпадает по содержанию ну вот я могу много примеров провести надо такой простой пример примитивный либерализм либералы раньше это было прекрасно это человек свободе стремился а сейчас называть сейчас это ругательный термин термин да 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 я сейчас я не политик я просто говорю пример все язвы поэтому оттуда взял этот пример а то же самое в науке очень много то самое многое в науке потому что форма и содержание должны соответствовать друг другу потому что истина она в контексте и поэтому когда мы обучаемся таким образом по-человечески разговаривать уточнять вопросы о чем же речь идет понять контекст то школа наша вообще-то homo futurus человек будущего на самом деле это школа чтобы человек был человек да человек очень ценно это когда вы говорите об этом я пчут вспоминаю иван ефремова но это что-то он говорила об эпохе будущего которая объединяла людей лезвия бритвы дали за бритвы ну там у него не только лезвие бритвы мне кажется что там и последний тоже азбк да 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 конечно я же на нем вырос я вырос на и прямами я вырос на стругацких на стругацких это же я вырос на брэдбери на шекли на гарри гаррисоне ну конечно конечно это же выдающиеся умы человечества я как раз таки хочу чтобы наша школа развивалась в этом направлении человек будущего это на самом деле это человек человек потому что техника технический прогресс только помогает людям коммуницироваться сейчас интернет позволяет нам больше и больше узнавать информации коммуникации интенсивнее и поэтому сейчас века интернета его надо беречь этот век интернета потому что сейчас больше потенциала развития сознания самосознание у людей будет происходить это очень интересный век сегодня как бы сегодня не было трудно но интернет мне кажется как всегда было технические революции помогают социальным революции и поэтому сейчас будут все таки завтрашний день мне кажется все таки будет светлым светлым и поэтому я хочу всех этим ободрить потому что хотим мы не хотим мы законы природы едины для всех мозг устроен как устроена вселенная а эволюция эволюция идет все таки вперед хотим мы не хотим а мы как раз таки в русле эволюции наша школа в русле эволюции хомо футурус это собственно говоря хомо сапиенс только в раскрытом виде сохранившие и развившие и реализовавшие себя вот в этом направлении мы двигаемся спасибо тебе александр вам спасибо хасим гометчик я очки надел чтобы я умнее оказался запись запись как остановить вот я нашел я тебе очень благодарю за встречу вам тоже спасибо большое спасибо за то что потратили столько времени и терпения что это говоришь мне было приятно ты знаешь что человеческое общение ты же знаешь самое ценное что есть во вселенной до встречи до свидания спасибо большое